всем привет с вами gnum и сегодня я хочу поделиться с вами чем-то действительно очень клевым я расскажу и покажу вам о самой классной колоде в истории хардсона я сам играю просто вам пять лет но я ни разу никогда не от одной деки не получал такого удовольствия как от этой деки сразу уточню что когда игру самая лучшая колода это не означает что эта колода сильнейшая что она уничтожает вообще все что встретит я бы не назвал такой уж супер уж слишком сильной ей конечно трудновато играть с метовыми тирадин деками но и слабая бы тоже не назвала то есть она вполне боеспособная бы отнес ее к классу средних по силе колод но при этом боже насколько же на фановой насколько же на стиле бы на брода рандомная и веселая то есть если вы не претендуете на какие-то крайне высокие результаты если вы просто хотите развлечься получить удовольствие от хардсона и прекрасно провести вечер друзья это колод для вас что же это за колода такая это колода разбойника роги на новой карте шпионаж на но мы таки шпионаж эта карта сразу привлекла моего внимания как только я увидел мне волосы стали дыбом соответственно собирался первым делом потестить и вчера целый стрим целый вечер тест на друзья это просто бомба что делать шпионаж мы играем против какого-то класса играем шпионаж выбираются 10 случайных карт класса оппонента низа однако вообще 10 случайных карт замешиваться в нау деку и каждый из этих карт стоит одну ману то есть в любая карта можем украсть деснайта за одну ману можем красть жирное существо и все это стоит по одной мане десятка друида за одну ману вообще изи соответственно как вообще из чего состоит колода как она работает и что вообще здесь к чему но соответственно основа колоды это научный шпионаж она работает сам по себе она не требует никаких то связок никаких комбинаций вопросов сыграл и все но во первых прежде чем найти шпионаж нужно покрутить колоду не всегда заводит его стартовую руку а во вторых даже когда ты замешал себе единички в деку ты же берешь по одной карте ход соответственно не особо реализуется и дешевизна потому что все равно берешь по одной карте ход поэтому в такой деке нужно много добора нужно очень быстро крутить деку чтобы начали найти шпионаж а потом быстро найти вот эти удешевленные карты и заваливать ими оппонент поэтому здесь смотрите добор ну во первых вальдер она всегда дает валую всегда в любом случае здесь два спринта здесь аукционист здесь у нас мини стрель здесь у нас два мазохиста здесь у нас в общем-то там садака прокруточка в общем как видите добора много это нужно для того чтобы как можно быстрее крутить колоду и использовать по максимуму такие единички вот эти удешевленный карты и соответственно второй элемент исчезает колоды это выживание потому что пока мы крутим комбу пока мы зашат лим карты оппонент пока мы их ищем оппонент разумеется он не покажет ходы не пропускает хотя бывает и такое не хочет нас убить соответственно нужно выживать здесь довольно много контроля этой бэкстабы и висерейты агенты шру 2 сапа так и чисто хил брони сарма жуки с армором у нас есть у нас есть вот такая новая пятерочка на великолепно как в атаке так и в обороне у нас есть яблон ну в общем еще оппонента можно прочить наврать по хелеса кроме того здесь не элемент комбы но просто так лежит фондарайский странник он очень хорош потому что дэка крутится быстро у нас много добора и когда мы странником зашат лежаков за счет быстрой прокрутки есть шанс быстро на халявно крутить жуков получить преимущественно столе либо в атаку сходить либо как-то отбиться то есть здесь лежит тоже очень хорошо вот это те элементы из которых он состоит сразу нужно уточнить что этот дек лист он не является какой-то не знаю каким-то окончательным вариантом вчера конечно весь вечер тестил много чего поменял колоде но первых из много чего можно менять соответственно как она за выглядит четверка эпическая до которая зашапливает и дров соответственно как ты сбалансируешь дров как ты сбалансируешь и выживание это уже в общем твое дело может найти более элегантный эффективный способ можно играть таунтами например за одну ману 35 торг крипер можно играть героем одиночкой можно играть можно ванюш положить в общем есть много способов как-то защищаться много способов разные варианты дрова разные варианты прокрутки и это на ваш вкус и цвет я вчера более-менее сбалансировал количество дрова потому что когда дрова слишком много тебя убивает когда мало его просто мало я как-то потестил потестил привелся состояние которое меня устраивает но можно как-то перетестить то есть эксперимента вполне допускается кроме того я видел мне пристали один дек лист другой другой вариант и деки там идея тоже но сборка другая в общем собирать можно совершенно по-разному и это дека друзья она чисто троллинг каждая вторая партия это чисто троллинг там такие комбинации создаются десятка друида за одну ману боже там такое творится столько можно за один ход закрутить это просто бомба какая-то бывает конечно нас убивают очень быстро мы ничего убиваем не успеем закрутиться какая-то грады к например золок или хан бывает на чоком фигня происходит но если вдруг мы вышли в лейд от не очень сложно то это дека начинает показывать какие-то чудеса практически miracle рога вот и особую прелесть здесь конечно приносит тесси до гриф потому что мы воруем карты других классов но есть конечно мы не меру рок стере и встречаем не играем тогда качество сиды гриф на хрен не нужна она является абсолютно бесполезной картой но если мы воруем карты другого класса то она потом всех разыграет тоже очень мощно кроме того особый шик получается когда мы воруем дк другого класса то есть например мы играем против какого-нибудь шамана да и украли дк шамана и это не просто нашлепка нашего героя наш рога превращается в героя шамана и нас как наш класс этот шаман если впоследствии после как мы сыграли чужого дк сменили наш класс, мы сыграем Тесси Дегриф, то наш основной класс будет считаться Шаман, а другие классы например, вот карты Роги которые мы играли, они считаются картами другого класса и Тесси Дегриф повторит именно карты Роги кроме того, когда мы вороем какой-нибудь ДК, а такое случается довольно часто и побеждаем, то победа засчитывается за класс, который мы своровали, не за Рога то есть можно победы накручивать на рандомные классы, можно дейлики делать на все классы подряд ТДК а на фановые, что капец, ребята великолепная, фановая, интересная дека, шикарная, давайте попробуем попробуем, может в деле посмотрим, может сразу удачная партия какая-то пойдемте повоюем, по поводу винрейта, как я уже сказал, она не слишком сильна, но мне вчера за стрим удалось остаться на месте то есть я начал где-то в середине 4 ранга там покатался туда-сюда, остался примерно на том же месте, при том, что играл очень несобранно, я очень много отвлекался, там летал и пропускал, и там ошибки делал, но тем не менее остался на одном месте, на мой взгляд показатель весьма неплохой для такой полуфандеки так, мы играем против воина, но вряд ли это агро-воин, поэтому можем себе позволить фолдорайского странника, можем и таунсты оставить, чтобы его прокрутить, но я, наверное, хочу более какие-то более качественные дроу типа преп-спринт, ой, тест, ну вот служитель будет хорошо, конечно, у нас есть второй ход, пушка у нас есть третий ход, околайт, потом 4-4 давайте посмотрим штаны удачи получает карту буреусилитель, ага, это механизмы классные, мне, конечно, 1-3 вот этот так, у нас пришла тест, пришел ДК, замечательно, есть шанс помереть причем, нифига вот такой конечно, очень крутой старт для воина, если он сразу начнет навешивать, у нас пока нет цветочков, у нас пока нет сапов, поэтому если он сейчас сможет быстро забавить это, конечно, проблема для нас, но мы сейчас попробуем что-нибудь поискать, армор воина вообще не играет никакой роли, потому, о, надо забирать, потому что, потому что это основа для для улучшения, нужно забирать сразу армор плевать, пусть будет, если мы закрутимся мы такое огромное количество валуев, что мы хоть по футигу сможем выиграть, потому что мы зашапливаем много карт, тут, кстати есть такая идея, взять слоник 3-4 нейтрально-атпического который делает так, что когда мы зашапливаем карту, мы зашапливаем ее копию то есть в каждой мэпке мы зашапливаем не 10, а карта 20, но он очень медленно, он сильно замедляет нашу игру и, соответственно, делает ДК еще более тяжелой и это делает, скажем так очень трудным противостоянием в начале жуков закопаем, чтобы их раскопать сразу меньше шансов трудным противостоянием против каких-то агро-дек так-то, если мы зашапливались, то у нас и так все неплохо у нас два раза зашапливаем по 10 а если зашапливаем под валирой, то есть дважды вход, то можно зашапливать 40 карт это очень много, это более чем достаточно без каких-либо слоников, поэтому просто так не удерживая нашу ДКу так, ну что, оппоненты полно карт но нам главное закрутить камбу сейчас давай, 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 Денвер агент с армора, можешь сейчас удар щитом сюда дать читаю да, ну можно просто так поставить агента шрут чисто как тушку на стол чтобы как-то присутствовать на столе ну конечно нужно было что-то дроить либо еще один 4-4, либо все-таки нашу эпическую четверку, чтобы зашапливать мы скоро начнем дроиться, но вот ход мы практически пропустили ну пока можем себе позволить потому что оппонент не дает, оппонент пока играет от обороны нам нужно присутствовать на столе, чтобы спилить механизм ой, неплохо, ну смотри, мы сейчас возьмем две карты еще один спринт тяжеловато конечно сдачка но зато мы сейчас можем сыграть в министрели ну сдачка конечно очень тяжелая ладно, ладно, попробуем будет очень опасно, если он сейчас его забавит поэтому нам крайне желательно найти цветочек сейчас и лиса цветочек, плиз да, цветочек и осталось найти для него активатор то есть у нас, видите, он будет 7 маны цветочек стоит 5, нужно что-то за 2 маны, чтобы активировать пока у нас нечем, но на крайний 8 охоте сможем сыграть калита ой, кажется, сейчас что-то будет может быть ДК даже о, ДК, великолепная карта на война, просто шикарная, друзья потрясающая, крайне сильная карта здорово ему конечно поможет что он там будет делать? всем по дэмажу ага, у нас есть преп спринт, но это уже тяжеловато, да? да, тяжеловато, все это опоздало может быть мы на следующий ход дадим преп спринт хотя, на самом деле можно и преп спринт, давай попробуем сейчас мы может быть жуков раскопаем все-таки, вот, пошли жуки давно уже пора было тадам мы ставим мистера мазохиста есть шанс, что он нам сейчас спалит карту мы можем конечно дать препарейшн фен наверное стоит все-таки так сделать наверное все-таки стоит сделать препарейшн фен потому что очень много у нас у нас, видите, в чем проблема а если сгорит именно вот наша четверочка то это будет плохо нам вначале нужно зашафлиться а потом уже отчаянно дроваться как видите, шафт у нас не пришел при том, что осталось 19 карт и 2 из них пауки четверки где-то там на дне это очень удачный завоз, конечно, но тем не менее никогда не поздно конечно, чем раньше ты это сделаешь, тем лучше можно на-первых, отдать препарейшн зашафлить а на-вторых, отдать суперсильную карту какой-нибудь круш, а это бомба так, будет он нам давать карты, как вы считаете? наверно будет, да, он доскарту здесь, доскарту здесь их будет 10 сможешь что-нибудь покастовать потом еще, ну в общем нормально, но все ну еще жук отлично, причем жук и его ход то есть он сможет пойти в атаку это важный момент такой а, сейчас на диск он нам жжет две карты, смотри ну жук, ладно, жука вообще на него наплевать ау, фак, 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 фак нехороший ты человек, редиск сосиска ладно, я тебя пони да, нехороший человек, ладно, хорошо мы ждем вместе еще немного жуков аукционист и кажется, что дрова слишком много но он, видите, пришел просто весь очень рано а бывает наоборот, что придет все, кроме дрова и ты сидишь, ждешь топ-дк кого-нибудь так, ну что, давайте посмотрим да, четверку, конечно, жалко придется вначале ставить дк, но не то, что это проблема вначале ставим дк, потом ставим две таких четверки потом зашафлим две четверки хорошая тоже карта, у нее есть натиск и механизм тоже будет иметь натиск и все это имеет натиск великолепная карта, ребята доктор бум вот вначале дадим дк кстати, если мы дадим дк, у нас сгорит следующий топ-дек но там вроде ничего такого критичного уже не осталось можем себе позволить что это такое, раскапывать, да? а, семь брони так, смотрите бахаем его, бахаем его да, очень жалко, конечно, что сгорела одна из четверок и у нас сгорит еще один топ-дек ну, я думаю, тоже приемлемые потери там на что осталось? там у нас остался цветок, по-моему, второй, да? по-моему, там эвик еще один остался там еще один сап остался, если я правильно помню тоже хорошая карта ну что ж, давайте посмотрим, какой тадекс горит таде горит убейца плачет 20 карт зашахлили все, можно играть а если бы та четверка не сгорела, могли бы еще 20 зашахлили то есть в итоге 40 как видите, очень много, безо всяких слонов все у нас было бы отлично да, у нас так на самом деле неплохо просто у нас был бы мега запас по фатегу так-то, видите, у нас больше карт, но мы их будем крутить и тут еще неизвестно, кто как выйдет на фатег а так было бы на 20 карт больше 3 механизма себе раскопал точнее 2, почему мне 3 не поместилось или поместилось сколько мне там было изначально о, кстати, классный мех, он очень крутой потому что его нельзя убить на следующий ход он уже сможет его забахать это реально очень круто очень круто, смотри вот, пожалуйста, можем сразу бахнуть 2 злых дикорога можем для начала поставить 2 яблони но он на хилл идет оверхилл давай поставим 2 дикорогов а можем вообще 2 фалдорайских странников тоже вариант, да? 2 странников либо 2 дикорогов то суммарно стоит 7 маны, стоит 8 маны ну хорошо, давай начнем со странников чтобы у нас еще 6 жуков было чтобы они внезапно вылезали и нервировали оппонента то есть он постоянно играет с мыслью что вот-вот вылезут жуки и надо что-то делать он стоит 1 ману всю игру то есть его копия с валира она будет стоить уже полноценной 6 маны но сам он не до конца хода он 1 маны пока не сыграешь плюс потом мы этих дикорогов разыграем потом мы играем тесс она призовет их дикорогу спиллит, вот ты играешь, спиллит как куда упадут воины, кстати, довольно подсосны спиллит, там всякие чарджи а вот какой-нибудь у друиды спиллит замечательный, у мага спиллит замечательный, у варлок спиллит замечательный у воина существования плохие 2 дикорога, а потом тесса повторит причем обратите внимание, что крутились мы довольно долго потому что скамбаль жил на дне поэтому у нас все это в лейте играется но это вполне может сыграться в ранней игре мы можем только дикорогу задуману в ранней средней игре неплохо ой-вей, ой-вей, что вытворяет что же нам с ним делать, друзья крайне опасный соперник можем бахать цветками, но у него будут срабатывать эти всякие там да сразу пускай забирает это все в руку государство не обеднеет наводи корогу и яблони, наверное, да? нет, давай яблоню и тебя и женщину поставим неплохо бы какой-нибудь дк такого же украсть хотя у нас дк тоже великолепен но он столько валуеву дает пац снова стелс, но бап он потерял, видите? после сапа 7 брони а, имба, амбилка огонь просто оп, сбегал в атаку че творит? че творит, ребята? бац, армор рог на арморе не-е-е-е двадцать урона нормально можем спринтануть ну давай пока подождем вот эта карта мне не очень нравится и она не нравится потому что когда мы сыграем эмм валиру она займет место на столе но я думаю все равно сыграем не самая худшая карта дикий валуев дает наш дк просто дикий валуев мы заиграем карту за одну ману потом повторяем ее уже вот пожалуйста у нее тоже конечно ресурсов очень много и если бы у меня не сгорела вторая четверка я был бы абсолютно уверен потому что у нас была бы огромная победа по фатегу но так, несмотря на преимущество в 15 карт наша дека кончается намного быстрее потому что в ней очень много дрова так интересная комбо сейчас мел что он зальет а крупный еще останется это да вот это ход смотри кончается ресурски у нее я предлагаю спринтануть по-моему самое время ну это конечно лажа это карта очень бесполезная нельзя играть в ни в коем случае Потому что он под тест нам все испортит Давай ладно, спринтанем Только нам нужно вначале освободить место Потому что мы сейчас можем пачку жуков достать Со спринта У нас там 6 жуков О, можем пушку оппоненту сломать Неплохо Смотрите, мы можем сыграть ДК У нас будет обилка ДК Мы тогда решимся обилки, которая дает нам Двойную карту каждый ход Лишнюю карту Но потом мы можем сыграть Тес И как я уже говорил, что Тес сыграет там карты не воина, а роги Это вот очень интересно, надо подумать Ну, представляете себе, да, мощь вот эта вот Хотим ли мы надеть вот эти 6 брони Или не хотим Или просто Дарья Кравлю поставим Или просто 2 Нет, двоевика в лицо нельзя дать Интересно, интересно Давай сходим в лицо, чтобы долго не думать Поставить что ли Дарья Кравлю Я пока придержу эту карту, потому что нам позволит сломать оружие оппонента Если вдруг такой есть Если вдруг у него появится оружие Хотя, по-моему, такой воин оружие А, нет, там бывают клинки 2-2 за 4 маны, да, бывают Что это там за обилка? Трех микроботов Очень неплохо, потому что они имеют надежды Плюс к ним можно примагнитить существо Три вали Но вы видите, что его ресурсы кончаются быстрее У него их много, но кончаются быстрее У нас еще есть гиджистанис Мы можем еще добрать Плюс, о, вот надо его фатигать через эту карту Мы, конечно, дадим ему ресурсы, дадим ему карту Но фатигать ее нужно обязательно Потому что это может быть стать Может быть нашим инкондишном Сейчас мы ему Поможем продроваться Ой-ой-ой Вы представляете, что можем двоих таких позвать? А что, давайте позовем В крайней мере, это прикольно Так, и как нам их позвать И здесь нормально забрать? То есть, смотрите, мы забираем тебя Мы можем, конечно, цветком съесть Чтобы он не брал вообще ничего Но я хочу, чтобы он взял Я хочу, чтобы он взял максимум карт В общем, там 3 демеджа, да? То есть, нам нужно как-то сюда нанести 1 демедж Ну как, можем дать и весировать, в общем-то Тогда у нас не останется на 2 гниломорда Потому что он сам стоит 8 А 1 плюс 8 это 9 Можем его пока не убивать В общем-то, это не срочно Можем поставить 2 гниломордов И пусть что-то с ним придумывает Давайте Нормальный план Пусть сейчас развлекается Сейчас будет, наверное, добивать Он работает только в атаке 5 карт оставался оппонент У меня 19 Ну как 19 Там же 6 жуков То есть у меня фактически 13 5 против 13 Поэтому мне очень повезло, что он решил взять 3 карты Без этого еще А, он еще берет карту Молодец Молодец Я только за На здоровье У него очень много армора Ну-ка, дойдем до фатига Он На счет улетает Можем сыграть сейчас тест Призвать еще 2 такие карты Мужики пошли Ой Что это такое? Один золотой Второй не золотой Мамма ми Так, ну хорошо Давайте думать Можем дать Тевики собственных чуваков Призвать легендарки Можем не давать Можем сейчас дать тест Еще призвать целый стол Можем не давать Да, столько вариантов Да ладно, что Давай я по фану На Так, все наши существа имеют натиск Чего бы нет, да? Так, ну похоже оружия там нету Ого Похоже оружия там нету Наверное можно Помбахать немножко, да? Или не надо? Нет, не надо пока не будем Ну так, все легендаршки Конечно, средненькие Уж ни Смертокрыло Ни Изера Но у нас есть стол Если он сейчас зачистит Даст какую-нибудь тасовку То мы дадим ему тест А мы знаете, что можем сделать? Можно сыграть ДК воина Перевратиться в воина После этого сыграть тест И тест повторит наши четверки То есть это супер антифатик Если бы фатик меня беспокоил Мы могли бы так сделать Неплохо Тоже механизм Тоже имеет натиск Очень неплохо Круто разменял То есть в общем-то Это приемлемо Сыграть сейчас Деснайта Тихо у этого Доктора Бума Это неприемлемо Все такое вкусное Столько вариантов Тедек хороша тем, что Когда ты раскрутился Огромное количество вариантов Ты прям сидишь и думаешь Обычно в Хорстоуне там хорошо Если два варианта Если тебе нужно выбрать между двумя А здесь вариантов миллиард И прям приходится сидеть и думать Такие необычные ощущения Для Хорстоуна Походил бы он еще побыстрее Было бы лучше Я думаю уже пора играть тест Нужно, чтобы он зачистил стол Либо как-то разменялся Мы поставили тест У нас смотрите У нас 4 Дарья Краули У нас 2 легендарки У нас таунты 5-5 У нас там существует 1-4 Кто-то конечно на стол не поместится Но очевидно, что весь стол будет завален Через тест Что там за обилка 7 брони Давай, Денвер, давай Смелее, друг Охо-хо-хо-хо-хо Решайся Классная конечно карта на воин Раскопает Ох, хорош Хорош Очень круто А можем просто дать 2 цветка Чтобы завалить А можем и нет Можем и не дать 2 цветка Можем достать Дарья Краули Вот так вот играет тест Добрый вечер Ну, больше играть нечего Можем взять карту Но я, наверное, не хочу У меня скоро кончатся карты У меня вот такой стол Давайте посмотрим Есть с ним какая-нибудь потасовка Со спылами, конечно, нужно аккуратно Потому что тест Как давай спыл В рандомный тарк Такой может начудить Поэтому сплы Если нет необходимости Можно не играть Ну, в общем, друзья Примера так Колода-то работает Далеко еще не самый Забавный Не самый фановый вариант Бывает и пожестче В общем Рекомендую эту деку Для Хорошего настроения В Харстоне Скажем так Действительно Приятного времяпрепровождения Сейчас Харстон настроен так Что приятно В нем провести время Очень непросто Но такая дека поможет Оставляйте ваши комментарии Под видео Делитесь вашими сборками Вашими дек листами Спасибо за просмотр Всем пока